Кто из нас, друзья, не мечтал побывать в Италии, прокатиться на венецианской гондоле и попробовать итальянскую пиццу, приготовленную именно итальянскими поварами, мастерами своего дела. И вот сегодня, друзья, специально для вас, у меня есть рецепт приготовления итальянской пиццы. И мой друг, повар из венецианской пиццерии, специально для нас сделал вот это видео, как он готовит пиццу, пиццу-маргариту с грибами. И пока мы с вами будем следить за работой мастера, я дам вам рецепт и основные нюансы, основные секреты приготовления итальянской пиццы. Итак, первое это тесто. Ингредиенты. Мука пшеничная высшего сорта. Три стакана. Вода комнатной температуры. Один стакан. Масло оливковое. Экстра вирджин. Обязательно. Две столовые ложки. Соль по вкусу. Но это около пол чайной ложки. И сахар по вкусу. Пол чайной ложки. Также быстродействующие или живые дрожжи. Пол чайной ложки или чайную ложку. Здесь я хочу сразу сказать, что самое главное, чтобы у вас получилось прекрасное и вкусное тесто для пиццы, это, конечно же, муки. Сорт должен быть высший. И самое главное, что воду вы должны использовать только чистейшую колодезную. Лучше воду купить в супермаркете. Тесто перед приготовлением обязательно нужно отстоять в тёплом месте в течение двух часов. И затем вот таким вот образом вы раскатываете два больших круга для нашей пиццы. Если вы не будете готовить две пиццы сразу, то тесто можно хранить в холодильнике в течение суток, обернув его полиэтиленовой плёнкой. И вот теперь особое внимание мы уделим соусу для пиццы. Ни в коем случае нельзя использовать кетчуп. Обязательно соус нужно приготовить. Для приготовления соуса мы берём консервированные итальянские томаты. Томаты должны быть в собственном соку и целые. Уксус винный. Одну чайную ложку, одну столовую ложку оливкового масла. Экстра вирджин. Зелень. Базилик или любую зелень, которая вам нравится. Две столовые ложки измельчённой зелени. А также по щепотке соли и сахара по вкусу. Посыпаем нашу пиццу тёртым сыром. Сыр основной это пармезан. Ну и здесь ещё добавлен сыр моцарелла для мягкости вкуса. Сыра должно быть много. Сыр не жалейте для своей пиццы. Здесь нам готовят пиццу маргариту. Это самая распространённая и простая в приготовлении итальянская пицца. Она включает в себя только помидоры и разные сорта сыра. Но вот здесь мы попросили пиццу с грибами. И наверх нам повар ещё положил грибы итальянские специальные. Вы можете также использовать грибы, шампиньоны или белые грибы тем более. И дальше самое главное, мы должны поставить свою пиццу в очень сильно нагретую духовку. Чем сильнее вы нагреваете духовку, тем лучше и вкуснее у вас получается пицца. Она тогда не сушится, а она просто быстро-быстро должна быть приготовлена. Это вот такие вот самые главные нюансы в приготовлении пиццы, друзья. Здесь, конечно же, как вы видите, специальный духовой шкаф для приготовления пиццы используется. И пицца готовится ровно 3 минуты для того, чтобы она была хрустящая, вкусная и не сухая. Пиццу можно также приготовить на открытом огне. Она будет тогда пахнуть дымком и вообще иметь великолепный вкус сельской жизни. Но, вы знаете, это уже совсем другая история. А я надеюсь, друзья, что вам понравилось сегодня и мой рецепт, и моё видео, и вы немного окунулись также в прекрасную атмосферу Венеции. Ставьте лайки всем, кому понравилось. Всем не забудьте подписаться на мой канал «Жизнь на юге Англии». Всем приятного аппетита. Всем желаю мира, добра и здоровья. Ещё увидимся, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok